Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие, сказал Сам Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Кто откликнулся на этот призыв Господа? Мудрецы, фарисеи, знатные того рода. На Его призыв откликнулись люди простые, грешники, мытари. И вот сегодня мы слышали удивительное повествование, которое описывает евангелист Лука, как после исцеления слепого возле Иерихона Христос входит в этот древний город. И когда он вошел, то там был некий начальник мытарей по имени Закхей. Он очень хотел увидеть Иисуса Христа, но так как он был очень маленьким возрастом и боялся, что не увидит Его за людьми большими, знатными, а вообще нужно сказать, что Иерихон – это город священников и мытарей. Там жили те, которые собирали подати, то есть занимались сбором пошлин, казначеи, и те, которые молились и приносили жертву Богу. Они считали себя истинными наследниками и сынами Авраама. И вот в этот город входит Господь наш Иисус Христос. И как мы можем понять, после исцеления слепорожденного человека за Ним следует большое количество людей. И так встречают Господа люди, за которыми Закхей боялся даже не увидеть Иисуса Христа, и за Ним следует большое количество народа. И вот поэтому Он решил залезть на дерево, на смоковницу, и оттуда увидеть проходящего Иисуса, о Котором так много слышал. И вот проходит Спаситель мимо этого места и называет этого начальника мытарей по имени Закхей слезть с этого дерева. «И сегодня мне надо было быть в доме твоем». С такой любовью сказаны эти слова, что Закхей тут же слезает с дерева и идет готовить ужин, для того, чтобы Христос не только смог подкрепить свои силы, но и остаться у Него на ночлег. И действительно, Христос заходит к мытарю, к тому человеку, который собирал податье со своих одноплеменников и был ненавистным среди окружающих его людей. Люди даже начали роптать на Христа. Разве он не знает, к какому нечестивому человеку он входит в дом? Ну что же он делает? Ну ладно бы он зашел к человеку знатному, там тоже все было приготовлено. Ну ладно бы он зашел к какому-нибудь священнику, но он заходит к самому ненавистному, к Закхею, его же все знают, что он творит. И туда заходит Иисус. Смотрите, как влияет на общество так называемое мнение для всех. Иногда и мы с вами поступаем так, ну а что скажут другие? Вот это всегда ложное представление наших поступков. А что бы мне скажут другие? Мы должны поступать так, чтобы задавая этот вопрос, обращать не к обществу, в котором мы живем, а к Богу. Что скажет обо мне Бог? И Бог не смотрит на мнение людей. Он идет к грешникам, потому что он пришел спасти и взыскать погибшие. И он заходит в этот дом Закхея. И когда, отведав его угощение, этот радостный мытарь вдруг восклицает, Господи, все полымения моего раздам нищим. Если я кого обидел, воздам теперь вчетверо. И люди, которые собрались вокруг Иисуса Христа и услышали эти покаянные возгласы мытаря Закхея, действительно почувствовали, что не напрасно туда зашел Иисус. И Христос говорит собравшимся людям. Да, потому что он тоже сын Авраамова. Дорогие братья и сестры, мы тоже должны понимать, что всякий, кто кается в своих грехах и желает исправить свою жизнь, он тоже сын Авраамова. Сын того патриарха, которого называют отцом верующих. И каждый, кто сегодня исповедал грехи свои и стоя в храме вместе со всеми поющими и молящимися про себя сказал, Господи, будь милостив мне грешному или грешный, Господи, помилуй меня грешного, то значит и вы, дорогие братья и сестры, сыны и дщери Авраама, вы также последователи того родоначальника верующих, которых сегодня вспоминает Христос. Ибо и он, и этот Закхей, покаявшийся, тоже является сыном отца всех верующих. И вот сегодняшнее Евангелие заканчивается словами именно теми, с которых мы начали. Сын человеческий, ведь пришел неправедников спасать, сколько раз об этом говорит в Евангелии Христос о грешниках. Вот ради таких, как мы с вами, пришел в мир Христос, чтобы спасти не тех, которые не нуждаются в Боге, которые и не помнят о Нем, а те, которые, однажды встретившись с Ним на своем пути, уже никуда с этого пути не сворачивали. Как важно, дорогие, встретиться с Господом на пути своей жизни. И не случайно, если ты этой встречи не переживешь, то ты ничего не поймешь ни в православии, ни в Евангелии, да и читать чего-то, наверное, и не станешь. Именно для того, чтобы исповедать свои грехи и исправить свою жизнь, пришел в мир Христос. Давайте же и мы не будем смотреть на мнение людей. А ты куда идешь? В церковь? Да что ты, все идут в другую сторону. Посмотри, какие пробки отсюда. А в храм дорога свободная. Вот поэтому и мы, дорогие братья и сестры, будем идти туда, где Господь. И будем так, как Закхей, в сердце своем произносить, Господи, а что я теперь сделаю? Если я кого-то чем обидел, воздам в четверо, но если не хватит у нас сил в четыре раза больше воздать, давайте хотя бы воздадим в два раза больше. Давайте хотя бы один к одному вернем, а если этого не хватает сил в нас, давайте хоть попросим прощения. Господи, прости меня. Закхей, мытарь, возвратил в четыре раза больше, чем кого, когда обижал. А я скольких обижал? Скольким людям плохое слово сказал? Прости меня, Господи. Из-за того человека помолюсь хотя бы четыре литургии. Вот я хочу попросить и вас и предложить. Вот если кто кого чем обидел, помолитесь за этого человека четыре божественной литургии. Особо, сугубо. Подайте записочку. И прям стоя за спасительной литургией и божественной, «Господи, прости меня, что однажды вот этого человека я оскорбил, обидел, сделал ему больно, сокрушаюсь, прости меня, Господи. Нет его, далеко он уехал, а может быть он уже умер. Прости меня, Господи, каюсь». И как тому же Закхею и мне скажи, «Ибо и ты, сын Авраама, сын отца верующих, и как ты веровал, да будет тебе». Потому что ведь Христос пришел спасти погибшие. То есть мы с вами, как погибающие, так нуждаемся в нашем Исцелителе и Спасителе Христе. Пусть это сегодняшнее Евангелие пробудет в нас чувство покаяния, которым уже начинает Святая Церковь готовить верных своих чад к спасительному времени Великого Поста. Уже следующее воскресенье, неделя о мытаре и фарисее. Вот почему Мать Церковь заблаговременно говорит нам, покайтесь и веруйте в Евангелие. Чаще читайте эту Святую Книгу. Батюшка Серафим Саровский сказал, «Тот, кто прочитает осознанно, прочитает все Священное Писание, тот получает дар от Бога разумение о происходящих вокруг Него событиях». Вот если ты все прочтешь от начала до конца, ты многое поймешь. Не только в Писании поймешь, ты в жизни многое поймешь. Ты во многом начнешь поступать правильно, а правильно поступает тот, кто поступает по Слову Божию. Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И вот если мы будем читать и следовать прочитанному, то тогда и сегодняшняя Евангелие нас не просто обрадует такой мудростью и такой любовью Христа, как грешникам, а мы увидим себя на месте Закхея, которого ведь не знал Христос, а назвал его по имени. Разве это не чудо? Он проходит, сидит какой-то человек на дереве, выглядывает на Него, он говорит, Закхей, слезь, я к тебе домой сегодня приду. Каждого из нас Христос знает по именам. Ты был сегодня в храме, иди домой, я буду сегодня с тобой дома. Вот почему мы молимся Господу перед приемом пищи. Господи, благослови, Ты здесь, Ты со мною, и не только в доме моем, куда бы я ни пошел, Господи, Ты рядом, потому что Ты всегда везде сущ, всегда поможешь и всегда окажешься со мной рядом. Вот верующий человек и ходит пред Господом, как ходил Авраам, как ходил Ной. Ной ходил пред Богом, и это вменилось ему в праведность. Закхей-то думал, что он только домой зашел, а мы-то, христиане, знаем, что Христос нас никогда не оставляет. И особенно рад тогда, когда мы собираемся вместе за Божественной Литургией прославить Его Преславное Воскресение. А потому давайте каждое воскресение, не ленившись, какая бы ни была погода, собираться вместе для прославления воскресшего из мертвых Иисуса Христа, тогда Он и в доме нашем, и с близкими нашими, и куда бы мы ни пошли, а самое главное, в сердце нашем, всегда будет Христос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok